Особое мнение на 101FM Очень много теплых отзывов нашел Люди вспоминают свое детство, свою молодость Как 1 мая выходили Без чьей-либо подсказки, подгонки и так далее С чем вы связываете такое теплое отношение К 1 маю? В первую очередь люди сегодня Ностальгируют о том прекрасном времени Когда работа была Когда была достойная заработная плата Когда действительно Вот эти праздники, они были общенациональными Это в первую очередь 1 мая, 7 ноября Поэтому люди Ностальгируют и соскучились По той доброй традиции По тем добрым отношениям Которые были среди Населения не только Кировской области Но и в целом Российской Федерации Действительно 1 мая Сегодня мы собрали Если в городе Кирове То порядка 4000 человек пришло к нам На демонстрацию Только на митинг КПРФ Мы приглашали профсоюзы Свои колонны И они нас тоже приглашали Но мы сегодня не видим Этой политической силы Там люди пришли не по желанию Они пришли По разнарядке По сути дела И как говорится То что было на их В общем-то на их мероприятиях Я сегодня называю Следующим образом Если кто-то попросит защиту Это моя точка зрения Из рабочих или служащих От профсоюзов То они скорее всего Получат не защиту А увольнение Того или иного человека Почему? Потому что Я не видел И только заикнуться На ваш взгляд И сразу же Такой печальный конец Не знаю Я не видел ни одного примера Что профсоюзы Сегодня стояли На защите Так сказать Человека труда Я не видел Они сегодня просто Находятся в тени С моей точки зрения Ну и с учетом Нашей территории Кировской области То что было наработано годами То что отчисления Были так сказать Профсоюзных Настоящих организаций Советское время Они этим пользуются Часть этого продали Прокутили И так далее Конечно там надо И правоохранителям Разбираться очень долго В той ситуации Которая сегодня Есть Федерация независимых Профсоюзов Это моя точка зрения Я верно понимаю 1 мая у нас в Кирове Две силы организовывали КПРФ Вы да И вторая еще колонна Вторая демонстрация была Где вот собственно Губернатор был Первые лица города Это профсоюзы Это и есть профсоюзы были Это где губернатор Там в общем-то По разнарядке Я почему так сказал Я просто Вы мне еще дополнительный вопрос задали Потому что Профсоюзы вышли И политическая сила Это наша Компартия Российской Федерации Вышла Больше никого не было И никого нет Это были надуманные Надутые Это сказать Организации С моей точки зрения Ну вы видели Пример яркий Тому это выборы Президента Российской Федерации Потому что одна политическая партия Участвовала практически В выборах Я уж не говорю про Жириновского Так как это человек партии А все остальные партии Если шел Путин сегодня То он шел Самовыдвиженцем Народный фронт Это та составляющая Единой России Которая в общем-то Осталась на обочине Политической жизни И Единая Россия И он С моей точки зрения Очень мудро И правильно поступил Потому что Нарицание сегодня В обществе На эти политические структуры Которые я назвал Высшие Они сегодня Имеют место быть Очень большое А справедливость Россия тоже поддержала Сегодня Владимира Владимировича И она стухла Ее нет По сути дела То что это были Еще раз подтверждает Что данные Политические силы И парламентские партии Которые сегодня Есть в Государственной Думе И у нас В законодательном собрании То они носят Определенно Вот такой характер Я бы так сказал Аморфности И Спланированной Кремлем А позвольте я поинтересуюсь Как коммунистическая партия Организует Вот эти первые Мамайские демонстрации Как вы Как люди по зову сердца приходят Либо заранее списки составляются Никаких списков Кто пойдет в колонию Что брать с собой И так далее Никаких списков нет Единственное Идут Вот В этом году Как говорится Очень много было звонков Много людей приходило И спрашивали Время Когда и где Будет Сказать А мы По силе наших возможностей Они у нас очень скромные Мы так сказать Людей приглашали И приглашали Неплохо С моей точки зрения Потому что Столько народу пришло В общем-то Люди откликнулись На наш призыв На наши выступления На предыдущих митингах Хотя власть боится Вот Данных Так сказать Мероприятий Почему Да потому что Во время еще Правления Быкова Главой города Городская дума Вышла С законодательной Инициативой Впервые Это сказать Никакой законодательных Инициатив От гордумы Никогда не было За мою Так сказать Бытность депутатскую Вот Они вышли С законом Вы имеете в виду Наверное места Места проведения Публичных мероприятий Да и отправили нас Туда где Выгуливать собак Это Стадион Динамо Там Так сказать Парк Скверборцов Борцов революции Да да Парк Степанов 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 Его парком Нельзя назвать Потому что Он не обустроенный Я поэтому И говорю Что это то место Куда По сути дела Только люди выходят Выгуливать собак Тогда когда Проходят митинги Ставят такие заслоны Что Не каждый пойдет На этот митинг Потому что Там с металлоискателями Полицейские стоят Все отцепляют И так далее Вот Ну в целях безопасности Но тут не надо Мы У нас В общем-то Люди приходят По доброй воле И я не думаю Что кто-то Так сказать Какие-то Моменты Вот такое Неприятное Могут Произойти Говорят Молодежи было мало В колониях Коммунистической партии Молодежи на этот раз было много Я просто не был в городе К сожалению Было старшее Наоборот Старшего поколения Не так было много Но средний Вот такой Возраст был Там 40-45 лет В общем-то Людей очень много было И молодежь была Молодежь шла у нас впереди Как говорится Комсомол у нас сейчас неплохо В общем-то Развиваются И активно Очень ведет себя Пытаемся мы В общем-то И пионерские организации Сделать Например В Кирове-Чапецке Они есть На власть Побаиваться Как-то начинают Сказать Импульсивно А чем бояться Вроде организующая сила Молодое поколение Вроде президента Геннадий Андреевич Убедил В общем-то В этом направлении Это правильное направление С моей точки зрения Это воспитание Сегодня подрастающего поколения Не на тех Чуждых Русскому народу Сказать Вещах Образно говоря Американских А на наших Традициях Добрых Правильных И С моей точки зрения Как говорится Очень Правильных Поэтому Я не думаю Что сегодня Власть Имущие Как говорится Это не определят Хотя президент Определил Но К сожалению Образовали мы Там две дружины В Кирове-Чапецке Неплохо И люди Откликнулись Так сказать Преподавателей Но Начинают Их нивелировать Какие-то непонятные Так сказать Дела Они даже не знают Историю А в чем препятствуют Российского флага А в чем препятствуют Ну говорят Зачем вы красные галстуки Вежете Зачем вы Так сказать Идеологию Возвращаете И так далее А почему Ее не возвращать Идеология Идея Социальной Справедливости Она Она всегда Во все времена Была очень Так сказать Необходимая И востребованная Кстати Руководитель Федерации Профсоюзов Кировской области Да уже упомянутой Упомянутой организации Роман Береснев Я имею ввиду Со сцены На театральной площади Призвал вернуть Этому празднику Празднику Истинное Да он как Истинное Сказал Название Международный день Солидарности трудящихся Согласен с этим предложением Я полностью согласен Не день весной труда С 92-го года Я полностью с ним согласен Так как у него Видимо сыграло То комсомольское начало Которое В общем-то Дало ему Определенный толчок И по карьерной лестнице И так сказать По жизни Ну что мешает вам Как депутату УЗС Выйти соответствующей Инициативой На государственную думу Нам не мешает Мы выходили Неоднократно Мы выходили Неоднократно Но К сожалению Лобби Которое есть Единой России Они сегодня Ну Это с моей точки зрения И я им это Публично всегда говорю Это Представителям Представителям Партии Единой России Они кнопкодавы И не более того Кнопкодавы Мнение их Никто не спрашивает Им как сказали Их боссы Так они и делают Это же Демократия Которой Они же Трещали Во всех средствах Массовой информации Сергей Мамаев Лидер кировских коммунистов В нашей студии Это его особое мнение Сейчас у нас небольшая пауза После чего Я перейду к теме Закона Дети войны Который был принят УЗС 25 апреля И вы там Разразились гневными словами По поводу этого Потому что ваше предложение Не было поддержано Но подробности Через полминуты Продолжаем нашу беседу Сергей Мамаев Сергей Павлинович Не было поддержано Ваше предложение О том Чтобы детям войны Выплачивать Ко дню победы По 1000 рублей Дети войны Напомню Это категория Жителей Кировской области Которым На 3 сентября 45 года Не исполнилось 18 лет 2 сентября Напомню Вторая мировая война Официально закончилась Вот именно Такая категория Формулировка Там В этом законе Основное Эти люди Сейчас будут иметь Возможность На внеочередное Обслуживание Социальное И медицинское Я вот так подумал Про себя Если Дедушка Бабушка Рядом со мной В очереди В поликлинике Так я им и так Уступлю место Пусть они проходят Какой мне еще Закон-то нужен Безусловно Вы Володя Прав Единственное Что мы Воздержались Почему мы Воздержались Это закон Наш Но его Перехватил Перед выборами Надо историю Немножко Напомнить Я помню ЛДПР Очень активно По этому поводу Ну ЛДПР Они на этом Начали топтаться После того Как Так сказать Поняли Что эта категория Очень немалая Вот И С учетом того Что Васильев Помните Вышел Законодательной Инициативой Что надо Закон На территории Кировской области О детях войны Принять Так как Мы на федеральном уровне Я будучи депутатом Государственной думы Я являюсь Автором Этого закона Он до сего Времени Как говорится Он не принят Этот закон Да Депутаты госдумы Трижды Выносили Так сказать Этот закон Законопроект Вернее Большинство Оно представляет Единую Россию Единая Россия Проголосовали Первый раз Против Второй раз Вообще не голосовали На третий раз Так же Половина на половину Проголосовали Я имею ввиду Единой России Остальные фракции Нас вроде поддержали Вот Поэтому То что касается Регионов Регионах Сегодня порядка 18 регионов Ну по 20 Где-то подходит Как говорится Приняли свои законы О детях войны Так как сегодня Нам законодательство И конституция Позволяет Принимать На территории Тот или иной закон В рамках субъекта Федерации Да Субъекту Российской Федерации Возможность такая Имеет место быть Поэтому Мы вышли Законодательной инициативой Долго этот закон Не принимался Он еще Мы выходили При Никите Белых Вот Он его откладывал И практически Откладывало То большинство Единороссов Которое представляло Парламент Кировской области Сейчас С этим законом Перед выборами Губернатора Когда он Отменил Все льготы Практически Те которые были На территории Кировской области До его прихода Я имею ввиду Из бюджета Кировской области Они были все Отменены В декабре 2016 года Нет Нет В декабре 2016 года Васильев Отменил все льготы На территории Кировской области Которые были В общем-то По Региональной Я имею ввиду Это проезд Транспорт В том числе Да И в том числе Там закон был В общем-то Принят депутатами Хотя его долго Также наша фракция Продавливала Закон об инвалидах Где там В общем-то Небольшую льготу Эта категория Граждан получила По поводу Так сказать Оплаты жилья И так далее То есть коммунальную услугу Небольшую льготу Там где-то Порядка 60 Миллионов Надо было Отдавать ежегодно Поэтому они Все сократили И сегодня Говорят Что у нас Бюджет стал профицитным Естественно И еще Хватает наглости Говорить Что у нас Бюджет социальный С учетом того Что все отменено Какие Они говорят Что вот у нас Вроде социальные льготы Там есть Но они федеральные Эти социальные льготы Они сходят с того Что большинство Бюджета тратится Безусловно Тот же Быков Комментирует бюджет Тот же Быков Говорит о том Что это самое У нас социальный бюджет И начинают говорить Что у нас льготы Социальные А какой характер они носят, из какого бюджета бюджетируются? Они бюджетируются сегодня с федерального бюджета, а своих льгот нет на территории Кировской области. И пусть они не морочат голову сегодня нашим, так сказать, людям. А то, что касательно этого закона, его еще раз хочу подчеркнуть и напомнить нашим радиослушателям, всем, кто забыл и запамятовал этот вопрос, то это вышел Васильев перед выборами губернатора Кировской области в первом чтении, в таком виде, какой закон сейчас принят, он был, в общем-то, рассмотрен депутатами законодательного собрания и принят. Поправки все, те, которые вносили, мы их отмели во втором чтении, то есть вот в том числе и то, что мы предлагали. Если денег нет, мы даже, я им статью говорил, расходов, которую можно сегодня сократить и найти эти 10 миллионов рублей. Пожалуйста, уточните, о чем вы говорите. О чем вы говорите, где можно деньги найти? За счет сокращения информационной политики. Ну, куда такие деньги бросают? Бестолковые статьи пишут, так сказать, это моя точка зрения, на платной основе, допустим, такие хорошие издания, я их уважаю и читаю всегда, это источник новостей, это про город и так далее. Но если бы они были не бестолковые, если бы эти деньги шли, так сказать, и депутаты, каждый высказывал свою точку зрения, они же высказывают только кто. Высказывают одна партия и плюс губернатор, вернее, временный губернатор. Поэтому я подчеркиваю вам, еще где можно взять деньги, для чего сегодня нам с 90-х годов представительство содержать правительство Кировской области при правительстве Российской Федерации, где 11 миллионов рублей ежегодно отдаем. На что? Подождите, я уточню, я правильно понимаю, что Кировская область не единственная, кто имеет представительство в Москве, это все субъекты федерации. Большинство умных и толковых руководителей уже такие, так сказать, сократили расходы на эти цели, безусловно. А, есть такие примеры? Конечно, безусловно, я же не голословно это говорю, ведь можно сократить. Да, они сократили сейчас ряд, в общем-то, ставок, допустим, у федерального инспектора. Ведь там много вопросов, которые сегодня надо бы подсократить и отдать на социальные нужды этой категории граждан, у которой Гитлер отнял детство, которые, по сути дела, отстроили нам страну сегодня в том виде, в котором она существует, а латать дыры и что-то делать никто, так сказать, об этом не говорит. Я в то же время в своей книге «Черная книга «Единая Россия» или «Кроники выбирания» Кировской области, вот я здесь указал, что произошло за те годы, так сказать, и что оставили наши с вами деды и отцы. И, как говорится, как развивалась Кировская область. Хоть бы один раз они показали по телевидению или в средствах массовой информации человека труда, который действительно, это самая работа сегодня на благо нашей Родины, создает определенное, так сказать, благо и так далее. Они бы сказали, что мы построили сегодня, вот завтра построим, допустим, фабрику или завод на территории Кировской области, или бы начали красиво работать с недрами, которые бы принесли нам, так сказать, бюджет и собственные доходы увеличили в разы. Ведь этого не происходит, а идет разворовывание, растаскивание Кировской области и особенно, так сказать, сильная миграция населения. Пустеет наша с вами, Володя, Кировская область. Ну, официальные данные говорят о том, что численность у нас в регионе населения снижается. Да, она снижается бешеными темпами. И они вот сегодня на публичных слушаниях говорят, я им вопрос задал, что ж вы не говорите, что у нас рождаемость за прошлый год упала на 16%, а смертность... Не-не-не, это информация озвучивалась. Смертность? Не, не озвучивали, я им задавал вопрос, это я озвучивал. Как говорится, смертность по отношению к рождаемости упала на 49%. На 49% о миграции населения порядка 50 тысяч выехало. В прошлом году? Конечно, это же не стало таких районов полностью, даже стариков на доживание, как Лебяжский район, как Богородский район, как Унинский район, как Пижанский район, вместе взятые. Еще это самое, пристегнуть сюда можно, так сказать, район или Санчурский, или Кикнурский. Просто их не стало, понимаете? А сейчас концентрация населения, посмотрите, они говорят экономическими выкладками, что у нас вроде бы бюджет увеличивается, но почему же 26 школ закрыли в прошлом году? Реформировали, типа, это самое, вот я вам пример. Закрыли или присоединили к кому-то? Укрупнили? Ну, пример такой яркий. Потому что я знаю пример. Вот сегодня Просницкая школа закрыта, там была она средняя, а сейчас стала начальная. Ну, сделали там кадетский корпус, закрыли профтехучилище, по-старому его назовем. Ну, со всей области детей собирает кадетский корпус, неплохо. Ведь огромные деньги туда бросили, 360 миллионов. А я помню, когда мы достроили, еще достраивались с господином Белым, был я вице-спикером ЗАГС Собрания, профтехучилища в городе Советский, 100 миллионов надо было на достройку и на оснащение, по последнему слову техники. А сегодня 360 миллионов на самое последнее училище в советское время, которое было, так сказать, запущено, новейшее. Куда деньги дели? Отмывай деньги, просто-напросто. Ну, еще массу вам могу привести. Зачем сегодня лоббировать интересы того или иного богатого человека на территории Кировской области за счет бюджета, а не за счет собственного кармана, который доходность имеет 190 миллионов в год на. А 6 километров дороги к Немаколову 80 миллионов туда кинули никуда, там никто не живет. Так, Сергей Пунич, давайте по порядку. Вот вы уже много чего тут сказали, что требует еще разъяснения, уточнения. Давайте вот про книжку мы минутку, про книгу, которая перед вами лежит, мы минутку поговорим с вами в конце. 11 миллионов на представительство нашего региона в Москве. Это небольшие деньги для бюджета Кировской области. По поводу детей войны, да, но мы читали все, чем, собственно, представители правительства аргументировали. Во-первых, мы не можем брать на себя дополнительные обязательства, потому что у нас соглашение с Минфином, вот как раз вы говорили о профицитном бюджете, да? Я им парировал на это соглашение Минфин. Как говорится, тех людей, которые говорят, что у нас есть соглашение. Я правильно сказал Герману Александровичу, что ты сегодня... Герман Гончаров, имею в виду, руководитель Единой России. Да, вы бред несете, вы что? Я же вам говорю, где взять деньги. И Минфин никогда, поверьте мне, как депутату Госдумы бывшему, и сегодня уже депутату законодательного собрания, никогда Минфин и бывшему руководителю, так сказать, района, одного из крупнейших районов в свое время, сейчас он тоже обмельчал. Советским, имею в виду. Поэтому никогда Минфин не пойдет, если за счет своих внутренних резервов вы что-то сделали, он никогда к этому соглашению никаких отношений иметь не будет. А если вы дополнительно запросили деньги, не сократив, так сказать, расходы на какие-то нужды, естественно, данное соглашение вступит в законную силу. Я полностью с вами согласен в том вопросе, то, что вы сейчас постановочно это сделали. Это полная чушь, еще раз хочу подчеркнуть. Деньги можно найти, на ваш взгляд. А, кстати, почему именно 1000 рублей ко Дню Победы, почему именно эта сумма? Она обсуждалась как-то с коллегами? Ну, мы просили хотя бы 500 или 1000, потому что... Просто как мы в последнее время говорим, 1000 уже не деньги у нас уже. Да, да, если денег нет, но вы держитесь, как сказал Медведев, руководитель партии «Единая Россия». Но, к сожалению, сегодня деньги-то можно изыскать. Надо меньше воровать сегодня. Если за прошлый год посмотреть коррупционную составляющую, вот мы к книге переходим, то она выросла в разы. Где сегодня господин Менькин, который отмывал, так сказать, деньги, это мое мнение. Я подтверждаю, например, улица Горького и перекресток, где у нас царское село находится, так сказать, ее смыло. Там один гравий лежит с прошлого года, который они закатали, а весна пришла и всю дорогу смыла. Миллиард рублей, куда они его, так сказать, направили? Так, Сергей Павлович, в правоохранительные органы нужно писать заявление? Нет, я не могу сегодня винить правоохранительные органы, Володя. Правоохранительные органы начали работать неплохо. Особенно это касается, следственного комитета касается такой структуры, как говорится, мной уважаемой, это ФСБ. Вот, прокуратура бы работала немножко, так сказать, пожестче, согласно тех законов, которые сегодня приняты в российском государстве. Если бы она контролировала, то многие из глав, которых сейчас возбудили уголовные дела и отстраняют, отстранили от своих глав районов, я имею в виду, отстраняют. Ведь это благодаря следственному комитету. Хотя прокуратура знает, эти мошеннические схемы закрывают уголовные дела. Я Николаю Васильевичу об этом говорил и напоминаю часто сказать... Николай Васильевич, это... Журков, да, прокурор. Прокурор Кировской области. Да, поначалу взялся. А сегодня больше ста полномочий перед районом, ни одна полномочия не исполняется. Если у нас бюджет, они говорят по бюджету, Володя, что у нас, так сказать, полномочия, у них три полномочия осталось. Заработная плата, как говорится, которую они исполняют, и то с трудом, и электроэнергия, и тепловая энергия, и то тепловую и электрическую энергию заложили в тарифы и берут с населения огромные деньги. У нас, если сегодня, как говорится, премьер-министр подписал по ЖКХ 7,3%, это имею в виду по капитальному ремонту, то у нас Васильев поднял на 8,9%. Что мы самые богатые? А где сегодня? Посмотрите, как разрослась. 8 рублей 90 копеек. Да, 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 8 рублей 90 копеек. Почему у нас сегодня жилищная инспекция стала таким монстром, который ничего не делает, а деньги получает, с моей точки зрения? Люди обращаются, они не могут дать РСТ соответствующие расчеты, указания и сделать поправки. Не могут. Для чего их содержать? Мы их содержим с вами. Сергей Павлинович, наши слушатели с помощью специальной формы на нашем сайте хакерва.ру активно интересуются не только в этом вашем особом мнении, задают вам вопросы. Тут несколько вопросов, они разноплановые. Давайте после рекламы сразу к ним перейдем и так коротко по каждому вопросу ответим. Реклама небольшая. Особое мнение на 101FM. Продолжается наша беседа с Сергеем Мамаевым, первым секретарем Кировского обкома КПРФ. Давайте, Сергей Павлинович, коротко, да, вот у нас слушатель, тот в перерыве звонил, он запутался в цифрах, которые вы озвучивали. 45% падения смертности по отношению к рождаемости. К рождаемости нет. У нас рождаемость упала на 16% еще раз. В прошлом году. Да, в прошлом году. А смертность по отношению к рождаемости выросла на 49%. Все ясно. Все, пояснили, надеюсь, понятно. Да, вопрос, который сейчас мы обсуждали в перерыве. Что далее будете все-таки делать? Закон принят. Категория признана дети и вальни в Кировской области. Категория признана, однозначно. Все-таки будете продолжать добиваться, чтобы денежные выплаты были? Безусловно. Не только эту категорию граждан надо сегодня посмотреть и по инвалидам. Надо сегодня посмотреть по тем людям, которые, по сути дела, не имеют работы, а, как говорится, уезжают. И надо сегодня развивать, надо в бюджете предусматривать, так сказать, развитие Кировской области, а не стагнацию ее на протяжении последних 20 лет. Сергей Павлович, теперь вопрос от наших слушателей. Их очень много, они разноплановые, я повторюсь. Вот, например, Николай интересуется вашим официальным отчетом о доходах за прошедший год. Как раз, да, недавние депутаты и чиновники, руководители различных структур представили свои декларации. Вот, Николай, недоумевает, у вашей официальный доход в прошлом году 190 с копейками вы указали в декларации, то есть получается 16 почти тысяч в месяц. Как вы живете, спрашивает Николай, как оплачиваете ЖКХ, как покупаете одежду и обувь, лекарства? Сергей Павлович, поясните. Ну, слава богу, лекарства, так сказать, еще я стараюсь, так сказать, не покупать. Держитесь. Я сказал, как я живу. Ну, живу нормально, не жалуюсь. Почему? Потому что я пять лет работал федеральным министром, у меня есть определенные запасы, остались. То есть были депутаты Госдумы, чей доход за поставим федеральный министр? Безусловно, я заработал за пять лет более 15 миллионов рублей. Поэтому я не испытываю, так сказать, недостатка сегодня. Во-первых. Во-вторых, я получаю заработную плату, так сказать, в Государственной Думе. Она составляет у меня 23 тысячи рублей, как советник, как помощник Геннадий Андреевич. Все? Ясно. То есть вы поступили мудро, вы ту зарплату не растратили, вы сделали некие накопления. Были накопления, и они сегодня дают определенную возможность. Следующий вопрос. Я понимаю, что тема для вас очень актуальная. Лепсинец, так подписался наш слушатель, когда в Кирове установят памятник товарищу Сталину. Неужели трудно найти деньги на такое дело? Дзержинскому памятник уже поставили, а про Сталина пока только болтовня. Сталин-то больше для нашей страны сделал. Ну, я хочу сегодня выразить огромную благодарность за данный вопрос радиослушателю. И в первую очередь огромную благодарность за памятник Дзержинскому. Я хочу в столетие, так сказать, в столетие. Во дворе дома ветеранов, я напомню. Это нашему генералу ФСБ Сергею Геннадьевичу Мочилову. Это он, как говорится, тот человек, который настоящий чекист, с моей точки зрения, который, в общем-то, поставил памятник Дзержинскому и отремонтировал музей Дзержинского. В Кайгородском крае. Это, тем не менее, это отмечено, насколько я осведомлен, это и в центральном аппарате ФСБ отмечено. Это положительно и, в общем-то, здорово, как говорится. А то, что касается памятника Сталина. Ну, мы собирали средства, но сегодня не в средствах дела, отвечаю данному радиослушателю. И сегодня дело во власти. Власть нам не дает место, то место, где когда-то был, так сказать, поставлен памятник Иосифа Виссарионовича Сталину. Просто-напросто несколько раз мы выходили. Так где напомните? У нас их пять было, если, насколько я помню, памятников раньше в советское время Сталину. Да, но мы хотя вышли на ту территорию, которую, в общем-то, он отбывал, где памятник Дзержинскому, установить бюст хотя бы Сталину. Но, к сожалению, сегодня власть это дело, так сказать, отвергает. Не дает возможности, так сказать, нам поставить памятник Иосифа Виссарионовича Сталину. А вы выходили с конкретным предложением? Мы неоднократно выходили на Гордуму. Неоднократно выходили наши товарищи в районах. Поэтому даже в сельских поселениях выходили наши товарищи. И то сельские поселения испугались, так сказать, дать разрешение на установку данного памятника. Следующий вопрос, Семен Ахапкин. Как вы относитесь к идее базового безусловного дохода? Все больше западных стран платят своим гражданам только за то, что они существуют. А у нас три четверти учителей вынуждены подрабатывать, чтобы прокормиться. Но насколько я сейчас сумею пояснить, что такое базовый безусловный доход. Да, действительно, некоторые западноевропейские страны практикуют это. Это, например, Финляндия, насколько я понимаю, насколько помню, вернее, с начала этого года. Там двум тысячам жителей выплачивают по 560 евро за то, что они просто вот есть. Они могут не работать, они могут работать. Вот как такая практика, если она будет в России? Арабские Эмираты точно так же так сказать. Ну, Арабские Эмираты, это клан Дайк. А у нас что, не клан Дайк, Володя? У нас тоже клан Дайк. У нас все, тяблица Менделеева, на территории Российской Федерации. Хорошо это или плохо, я не знаю. Хорошо это или плохо, но мы сегодня, у нас вся экономика, по сути дела, как говорится, жиждится на природных ресурсах за продажи нефти и от продажи газа. Все, все остальное у нас, мы ничего не производим, за исключением оборонки, разработки 1977 года, последние, которые демонстрировал Владимир Владимирович Путин. Это 1977 год разработки. Я открыто сегодня впервые это, так сказать, заявляю. Поэтому наша мощь нашей державы советской, она нам позволяет сохранять нашу обороноспособность. То, что касается сегодняшних профессиональных, как говорят, войск, это тоже с моей точки зрения. Никто за деньги никогда не побеждал. Побеждали всегда за идею и за отечество, правильно? За то патриотическое начало, которое у русского народа всегда было, а сегодня его вытравляют. Ну так как все-таки на счет базового дохода стоит попробовать платить россиянам за то, что они вот есть? Нет, безусловно. Если сегодня Владимир Владимирович Путин после инаугурации откажется, так сказать, от той структуры под названием олигархат, то, естественно, такие моменты, они могут, так сказать, и должны присутствовать на территории Российской Федерации. И в том числе и Кировской области. Если бы Кировская область, так сказать, сегодня занималась природными ресурсами и разрабатывала, и, так сказать, у нас бы было достаточно рабочих мест, у нас бы не было миграции и так далее. Если бы вкладывала хотя бы в год небольшие деньги именно, так сказать, на природные ресурсы Кировской области, и за счет этого можно было, так сказать, жить и благоустраивать наши села, города и деревни. А деревни, как сегодня, шагрения кожи, исчезают с территории Кировской области. И тем не менее, видите, власть какое еще название-то придумала? Поселение. А это же в советское время, я же знаю, люди отбывали наказание в поселениях. Так сейчас колония поселения есть. А настоящее русское название — это деревня, это село, вот, это город. Правильно? — Ответьте, пожалуйста, еще нашему слушателю, который подписался, Саше. Он решил не чем-нибудь поинтересоваться, а ваше мочество. Он считает его очень любопытным. То есть вашего папу, я, насколько понимаю, Павлин Мамаев. — Павлин Иванович Мамаев. — Павлин Мамаев. — Ну, я к этому нормально... — Настоящая русская... — Я к этому нормально отношусь. — Почему Саша за это зацепился? — Это нормально, редко очень это сказать. — Что-то к ней было раньше. — Да. — Не, они были. И, допустим, у нас есть на территории Советского района Павлин Золотарев, герой Советского Союза погиб из деревни Волчата Шаваржаковского сельского совета. Пусть радиослушатель, тот, который, так сказать, задал вопрос, поинтересуется сегодня именами. Особенно, так сказать, посмотрит исторические данные церковные. И тогда поймет. — Вот мою прабабушку, например, звали Васса. А мою бабушку звали Октябрина. Вот где вы сейчас встретите такие имена? — Да, помыться нормально. — Да, имена они сегодня, так сказать... Я очень горжусь, что моя бабушка назвала моего отца вот именно таким именем, как Павлин. Павлин Иванович Мамай. — Пару минут остается, Сергей Павлинович. Для меня, честно говоря, неожиданный вопрос. Не знаю, как для вас. Будете ли вы участвовать в этом году в Великорецком крестном ходе? Настоящий коммунист, спрашивает. — Я ни разу не участвовал в Великорецком крестном ходе. Не участвовал. Меня никто не приглашал. Это, во-первых. Во-вторых, я сегодня, так сказать, эта традиция возобновила Владимиром Ниловичем Сергеенко, будучи губернатором Кировской области. В принципе, она имеет такое, в общем-то, яркое значение сегодня для территории Кировской области. Да, я поддерживаю, но я не участвую. А вы в Луне, православной церкви? Я имею в виду крещение. Да. Да, вы крещены. Да. Независимо от меня, родители меня, так сказать, в детстве еще я не учился. Так, две минуты остается. Я обещал посвятить немного времени вот этой книге, которую вы принесли. Я думаю, вы нам ее презентуете. Безусловно, я вам ее, Володя, вот передаю. Расскажите, пожалуйста, про нее, где ее можно достать? Ну, ее достать только у нас в обкоме партии можно. Больше ее нигде, так сказать, не достанешь, мы ее не продаем. Мы пытались... Обложка такая у нее очень устрашающая. Да, это обложка, как говорится, есть такая картина в Третьяковской галереи. Есть, есть, да, это знаменитая вещь. Да, знаменитая вещь, но все спрашивают, почему вот тут, так сказать, и многие не знают, что есть такая картина Верещагина. На выборах мы столкнулись с этим. Как книжка называется еще раз? Книжка называется «Черная книга Единой России. Хроники вымирания Кировской области». 15-20 лет, да, вы сказали, до начала программы. Ну, здесь сегодняшняя действительность, которая, в общем-то, в рамках нормативно-правовых документов, допустим, контрольно-счетной палаты, как говорится, проверки и так далее, они здесь тоже в этой книге присутствуют. Вот, в этой книге и присутствуют такие известные политические деятели, как Геннадий Андреевич Зюганов с нашей программой «20 шагов достойной жизни» и Владимир Иванович Кашин, это академик РАН, который сегодня раскладывал, разложил полностью бюджет Российской Федерации, особенно касательно сельского населения. Ну, и плюс все районы Кировской области, за исключением трех, которые не вошли, это мои первые секретари не дали данные, вот, поэтому здесь они в разрезе всех районов, что было, какие были предприятия на момент 90-го года и даже 93-го, или даже позднее, 95-й год, точно надо быть, вот, и что сегодня осталось от того или иного района, что и произошло, и что уничтожено, а что сделано? Ничего не сделано, абсолютно, я не мог не найти нигде ни одно предприятие, которое бы могло, так сказать, дать мне основу для того, чтобы я положил в основу этой книги и сказал, что вот да, например, мой любимый советский район построил то-то, 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 развиваться так-то, 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 не могу, потому что, ну, начинаем перечислять, сегодня там было несколько училищ, порядка шести, осталось три учебных заведения, средних профессиональных учебных заведений, допустим, медучилища не стало, профтехучилища осталось одно, осталось из тех шести училищ... Педучилище осталось? Советское педучилище осталось? Ну, оно, как бы, влачить такое существование жалко, оно осталось, еще там три группы набирают, вот, и поэтому это самый молодежный был райцентр, там много было предприятий таких, как ремонтные, так сказать, предприятия, ДРСУ, РСУ и так далее, их просто нет, а это рабочие места, это тысячи рабочих мест, это тысячи людей просто-напросто мигрировали, а тот-то не мигрировал, ушли в мир иной, и тем самым население у нас, я уже называл цифры, повторяться не буду. Спасибо, еще раз повторим, с этой книгой непосредственно в обкоме можно, да? Да, непосредственно в обкоме, да, мы можем дать их прочитать нашим читателям. Сергей Мамаев, первый секретарь Кировского обкома Коммунистической партии Российской Федерации, руководитель соответствующей фракции ВУЗС, спасибо, всего доброго. Вам тоже всего самого доброго, накануне праздника Дня Победы, я хочу поздравить всех наших, так сказать, сограждан на территории Кировской области с замечательным праздником Днем Великой Победы, пожелать всем здоровья, благополучия, успехов и удачи. И вам спасибо огромное, Володя, что пригласили. До свидания, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok